Ребята, здорово! Меня зовут Евгений. Ну что, давайте подведем итоги моего прошедшего отпуска. 12 дней кайфа, удовольствия и все в таком духе. На самом деле, ребятки, в режим дня я практически не сбил, вставал вовремя, кушал, старался правильно, сахара много не ел, поэтому у тебя в Телеграме разместил пост, что, ребятки, вес у меня не изменился. Ну, давайте, ну, вкратце расскажу, как прошел мой отпуск, чем занимался и какие яркие события были, плюс еще донатики прочитаю и объясню, почему я долго не отвечал в WhatsApp, Telegram, потому что писали насчет квартир, насчет консультаций, пообщаться лично, сыпали сообщения, а я там отвечал через пень-колоду. Ну, почему так происходило, да? Итак, ребятки, мой отпуск начался в субботу, у меня были гости, им приготовили много еды, весело провели время, настолько весело, что некоторые люди вообще просто в беспамятство упали от количества выпитого алкоголя, ну, в общем, пережили, в сеть не разрешили паразиты мне выложить это, но хотя бы были просмотры однозначно, как кто-то тут головой пьяный упал и по металлическую дверь, аж весь стояк дома затресся, так ударился. И самое знаете, что интересное, ребят, я не могу это выложить, но человек против, не разрешает он, у него должность, говорят сотрудники, ну, не сотрудники, а подчиненные могут увидеть, что он пьяный вытворял, и поэтому мне не разрешил выложить, но просто к тому, что, знаете, самое интересное, что человек, вот, ну, представьте, пьяный, да, разогнался, головой об косяк металлический ударился, такой звон по всей квартире, утром встал вообще ни шишки, ни синяка, ни шрамика. Представляете, ребят, ну, как такое бывает? Владник, ребят, день рождения отпраздновали хорошо, и в итоге воскресенье, а, нет, ребят, не воскресенье, понедельник, потому что воскресенье отходил водитель, ну, понимаете, после дня рождения, понедельник утром, в 4 утра мы выехали в Псковскую область, уже, ну, с намерением переночевать там, и затем уже поехать в Минск. Доехали до Псковской области нормально, мы выехали в 5 утра, и, в принципе, без пробок, несмотря на то, что, значит, между Питером и Лугой, ребят, страшный ремонт дороги, реверсивное движение, светофоры, жуткие пробки, поэтому, если вы из Питера, или, наоборот, из Минска в Питер будете ехать, подгадывайте это время. То есть, что я имею в виду, да, либо рано утром выезжаете, чтобы миновать это все, да, либо, допустим, если вы возвращаетесь в Питер, ни в коем случае не возвращайтесь, ребята, не возвращайтесь в воскресенье вечером, встаньте на часа 4-5, и даже в понедельник утром, потому что многие, имейте в виду, это пробочное время, поэтому, знаете, да, окошем вас предупредил. Значит, приехали мы во Псковскую область, ребят, вы знаете, что только мешает, я, опять же, сейчас в Телеграме выкладывал фотографии в этой области, там полная разруха, ребят, там, там оттуда уходит жизнь, те места, все, она покидает, и больно, надо смотреть, понимаете, это европейская часть России, мы не говорим про Сибирь какую-нибудь, да, мы там, про Дальний Восток, мы говорим про европейскую часть, где до Петербурга 400 километров, и там просто вымершие деревни, заброшенные поля, все зарастает, потом еще, знаете, даже в деревнях, где люди живут, столько бездомных животных, к ним так плохо относятся, ужас, ужас, кошмар, люди сами по себе хотим, где-то спивают, пьют по-страшному, конечно, ребят, это жутко надо смотреть, картина печальная, однако, я хочу сказать, что некоторые земли начали обрабатываться, да, ребят, честно, какие-то фермеры, я не знаю, за счет чего они там выживают, но какие-то клочки небольшие земли обрабатывают, что-то выращивают, техника какая-то ходит, то есть, ну, есть, но не в тех масштабах, которые было при советской власти, понятно, что... В общем, как-то так, по поводу дорог, вы знаете, пока мы ехали по России, дороги идеальные, вот, вообще, не прицепиться, разделить на полоса, освещение, нормальные повороты, знаки, широко, транспорта много, трафик большой, особенно между, вот, опять же, Питером и Псковом, много машин, ребята, вся проезжая часть усеяна крестами, вот, как и по кладбищу едешь, серьезно, очень много, ну, то есть, понимаете, да, почему это так происходит, плюс, очень много сбитых животных, вообще, и барандучки какие-то, и совы, и филины, и кого еще я видел, и лисы, и зайцы, ребят, там просто, не дорога, а кладбище, вот, такие дела, да, и много дебилов, я имею в виду, что, когда едешь, люди не соблюдают скоростной режим, не соблюдают дистанцию, поэтому я и боюсь вот этих дорог, мне, по мне, так лучше поехать поездом, вот, честно скажу, ребят, для меня лучше поезд, ну, в общем, так сложились обстоятельства, что поехал на машине, но я за поезд, однозначно, и по деньгам, я честно скажу, что, сейчас, водитель, ну, Никита считал, сколько вы, там, 15 с чем-то получилась солярка, да, 15 тысяч, плюс 800 рублей дорога, потому что от, от, да, почки, до границы, 400 рублей дорога в одну сторону, и 1200 страховка, 17 тысяч, а билет, ну, не все я оплачивал, я оплачивал, там, ну, солярку практически я не платил, Никита сам ее покупал, я все остальные расходы оплачивал, страховку, там, все остальное, но вместе с тем билет обошелся мне в 9 тысяч, плацкартам, я в Питере сел, через 14 часов в Минске, без пробок, без всего, без таможни, по поводу таможни, значит, ну, вот, приехали мы на таможню, прошли ее нормально, особо не цеплялись, особо даже не смотрели, и, то есть, я там думал, знаете, как, помните, как с Финлянди, там, 5 килограмм сыра, там, не знаю, что, мы везли много солярки с собой, потому что Беларусь, топливо дороже на процентов 20, никто нам ничего не сказал, мы везли два велосипеда, обратно везли картошку, много мяса, сыры, молочку, никто вообще ничего не сказал, короче, что только сигналит, я думаю, в квартире, на улице, в общем, граница такая, она, ну, в общем, есть у вас каких-то проблем, нет, я имею ввиду, там, судебными приставами, ну, вот, каких-то граничей нет, без проблем заедете, въедете, и очередей особо не было, честно, мы не стояли на границе, однако, ребят, когда мы въехали в Белоруссию, мать ей божья, господи, мне всегда казалось, что в Беларуси идеальные дороги, а в России, как бы, ну, помните, есть такая поговорка, в России две беды, дураки дороги, так вот, когда мы въехали в Белоруссию, у меня было ощущение, что мы едем по России вот 90-е, даже не 90-е, когда я в Питер переезжал, еще были плохие дороги, еще плохие ямы, сейчас это все в Белоруссии, ребят, если не верите, проедьте, пожалуйста, от Апочки, да, ну, вот, от Российской границы, да, до Полоцка, вы обалдеете, там яма на яме, там просто, там, там, со скоростью 40 километров в час, можно и успеть не проехать, ты просто без колес останешься, плюс, дальше от Полоцка до Логойска начался ремонт дороги, и ремонт дороги не так, как у нас, там, знаки выставлены, широкая полоса для того, чтобы с фурой разминуться, освещение какое-то, ребят, ничего, просто вот едешь, 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 резко, поворот, узенькая дорожка, фуры не вмещаются, благо, перед Минском не такой трафик, как перед Питером, там, дороги, они просто захлебнулись бы в пробках, я хочу сказать, что дороги в Белоруссии, я не хочу никого обидеть, я просто констатирую факты, ребятки, поспорьте со мной в комментариях, а лучше снимите видео, скажите, Коршин, ты не прав, дороги в Белоруссии стали хуже, гораздо хуже, чем было раньше, такие дела, значит, приехали мы в Минск, по поводу Минска, хочу сказать, это столица, это чувствуется, и по многим параметрам, вот, лично для меня, Минск превосходит Питером, вот, знаете, как многие говорят, Питер-Москва, Питер-Москва, и говорят, вот, в Москве такие есть плюсы, в Питере есть такие минусы, там, недофинансирование, более грязные, плохие фасады, ну, есть, много, можно минусов назвать, так, у меня было ощущение то же самое и с Минском, идеальные фасады, ребят, идеальные, я не увидел ни одной надписи, ни одного разваливающегося дома, ни одной осыпающей штукатурки, выметен город, просто, вот, можно кушать прямо с этого асфальта, цветы везде, такое, ну, то есть, ощущение столицы, ощущение, что в городе есть хозяин, который за этим следит, я от этого кайфовал, вот, честно скажу, ребят, велодорожки, опять же, везде разметка, везде светофоры для велосипедов, под какими-то дорогами пробивают это, чтобы, ну, не пересекалась велодорожка с проезжей частью, у нас в Питере такого нет, ребят, мы в Питере задыхаемся от того, что, ну, я велосипедист, просто, я велосипедист с трудом перемещаюсь по городу, потому что, если это велодорожка, то, знаете, светофор, 200 метров светофора, и вот так до бесконечности, если как-то велодорожка, то, знаете, вообще просто на дороге, вот, как у нас по Мойке, да, ну, Мойка называется, улица, да, набережная Мойки, значит, просто посреди дороги выделили разметкой велодорожку, по факту машины там паркуются, заезжают, то есть это небезопасно, мне бы хотелось, чтобы все, вот велодорожка, вот отдельно тротуар, вот отдельно проезжая часть для машины, в общем, велосипедисты из Минска я вам завидую, честно, у нас такого в Питере нет, велодорожки по поводу минусов Минска, освещение, ужасное освещение во дворах, в темные дворы, вообще глаз выколеет, темные дворы, в темные парки, мы были в парке Горького, где, в кресло обозрения, и, ребят, однако это как свечка, горит на весь парк, ну, то есть не одна, естественно, я утрирую, но темные парки в этом, парк Горького, очень темно было, ну, и остальные тоже, как бы, особо не освещаются, видимо, экономят. Вот, что еще по поводу минусов Минска, меньше людей, Ваня говорит, ты смог бы вернуться в Минск, но нет, Ваня, ну, не тот масштаб, мало народов, метро, нет толпы, нет этого движения, нет этого трафика, долго ждать электричку на платформе, то есть, ну, вот, это сказывается, конечно. По ассортименту продуктов, вещей, ребят, город завален, все есть, только деньги плати, в основной массе продукты дороже, чем в Питере, единственное, что дешево, чуть-чуть молочка, и одежда, допустим, белорусская, именно белорусская одежда, да, там, марка, белвест, обувь, да, там, в ГУМ, ЦУМ заходишь, именно белорусскую одежду продают, не какую-то китайскую, она не дешевая, но по качеству классная, прям, берешь, вот, все, футболки, рубашки, кроссовки, куртки, ну, видно, что качественно, вот, хороший прошив, хорошая нитка, я за качество, ребят, я не покупаю самое дешевое, вы знаете, да, я за качество, ну, в принципе, я не шапоголик, я даже в магазин заходил, потому что вот эти, потому что Никита, он хотел там закупиться одеждой, я, как бы, мне приходилось с ним за компанией зайти, но в целом скажу, что в Беларуси одеваться можно, и достаточно стильно, и неплохо, в общем, такие дела, обратно, ну, съездил, а, по поводу родителей, кстати, по поводу родителей, донатов, значит, съездил я к родителям в деревню, тоже, знаете, вот, поле, где мы когда-то там, она купала, жили костер, заросло крапивой, хотя деревья находится 35 километров от Минска, в целом, молодежь уезжает, ну, мало кто остается, но много приезжает дачников, то есть деревня, как в Ворсковской области, не загибает, она все-таки развивается, опять же, в деревне есть освещение, да, в Ворсковской области еще темень, там есть освещение, там какая-то жизнь, ну, такая более активная, чем в Ворсковской, с родителями все хорошо, единственное, что, вы знаете, ребят, я вас мотивирую блогерами становиться, и у меня с мамой стоялось такое, знаете, не скажу, что, да, давайте так, будет сейчас неприятный разговор для меня, в первую очередь, потому что одно дело, люди там в комментариях что-то пишут, да, ну, и ладно, я переживу, а другое дело, когда тебе говорят, что близкий человек, особенно родитель, вы знаете, да, мы, кто изучал психологию, что слова родителей для нас это все, то есть, если родители тебе что-то вбили, сколько ни ходи на психотерапию, сколько ты на кушетку психолога не проговаривай, выбить какие-то убеждения родительские очень сложно, потому что вот эти вот просто камнем падает нам в сознание, и все, это мы с этим проходим через всю жизнь, и, в общем, говорит мне мама такая, нормально, абсолютно, тонна, говорит, слушай, долго ли ты планируешь заниматься своим ютубом, и мне оно в чем дело, она говорит, ты понимаешь, что тебя здесь смотрят в нашей деревне, ребят, там сельская местность, там сельская местность, и это как бы я в Питере здесь живу свободен, я даже не задумываюсь о том, кто, что про меня, что скажет, у меня даже мысли таких нет, а там такие волнения есть, поэтому я ее понимаю, ну и вместе с тем она говорит, ну, ты понимаешь, что здесь тебя в Юцках смотрят в нашей деревне, и где-то мне не особо приятно что ты там чересчур откровенен она не сказала конкретно почему какие моменты ей неприятны сказал, что особо она меня не смотрит на ютубе и вместе с тем вот такое уволнение и есть возможно это связано с тем, что я хожу на нудистский пляж может быть то, что я озвучу какие-то доходы ну то есть как-то чересчур откровения на камеру поэтому я же вас прошу становиться блогерами, да, и плюс еще наверняка вот люди, которые живут в ютсках вы сейчас меня видите, ребят я взрослый человек, я взрослая личность я не завишу ни от кого, ни финансово никак, и не надо переносить какое-то мое поведение на моих родителей мы, да, мы по родне, по крови скажем одни и те же, да, скажем с одного конвейера, ну если грубо сказать но с другой стороны, это не говорит о том, что я не могу что-то делать потому что это будет переноситься на моих родителей, то же самое, да, не надо думать если мои родители что-то там делают, что я буду как бы соответствовать их каким-то шаблонам Нет, ребята, нет, это не так. Мы новое поколение, мы живем по-другому, мы проживем по-другому эту жизнь, и это нормально. Равно сильно, как и после меня поколение, будет жизнь по-другому, и для меня это будет казаться каким-то странным, необычным, еще что-то, да. Мы более свободные, у нас нет такой жестких границ, нет, опять же, переживаний, кто что скажет. Мы живем, в первую очередь, для себя, свое удовольствие. И поэтому, пожалуйста, не переносите на меня, в первую очередь на родителей моих, да, какие-то вещи, которые я здесь в Питере вытворяю. Если я хожу на нудистский пляж, я просто, мне кажется, мама это имела в виду, потому что она мне открыто может постеснялась сказать. Если я хожу на нудистский пляж, это не говорит о том, что мама моя это одобряет, с папой туда ходит. Нет, потому что я сам по себе, ребят, человек свободный, живу в Питере, мне там нравится, все, я живу для себя, мне все равно кто что скажет. И вот, ну, я исхожу из этой позиции, хорошо? И по поводу блогера, я тоже говорю, мам, ты понимаешь, что я этим немножко зарабатываю, как бы это приносит доход. В частности, ребят, я скажу, у меня ипотеки осталось платить меньше двух миллионов. Все, у меня цифра меньше двух миллионов. Человек, который мне помог, перевел донат на день рождения, я пытаюсь с ним наладить контакт, вообще, что-то было узнать, как так получилось, такая огромная сумма денег была мне переведена. Ну, в общем, ребятки, как, я уже точно определюсь, скорее всего, я об этом расскажу в видео доходы, расходы, как вообще получилось. Ну, ребят, все, у меня ипотека меньше двух миллионов благодаря блогерству. Вы тоже можете стать блогером, зарабатывать. Второй момент, ребят, да, я, естественно, приехал с отпуска, захожу в этот донейшн, да, ну, куда донаты вы сбрасываете. Пришел донат, ребят, смотрите, вот мне как блогеру, пришел донат, Владимир и Светлана отправили 50 долларов, 50 долларов, ребят, обалдеть, вот какая сумма. Владимир и Светлана, спасибо вам большое, вот честно, ну, для меня-то большие деньги, я не буду скрывать. Ладно, пишет Владимир и Светлана, Женя, купи маркизу и риски укусную вкуснятину. Я им куплю, конечно, этим говорит. Маркиз, вам деньги пришли, сейчас пойдем за кормами. Спасибо большое еще раз, Светлана, Владимир, спасибо большое за поддержку. Ну, вы знаете, так к месту пришло, в том плане, что я сейчас перешел этот донат маме и скажу, мам, ну, посмотри, вот, посмотри, результат моей работы. То есть, то, что я снимаю видео. Ну, в общем, родители немножко по этому поводу переживают, и для меня это, ребят, естественно, ты меня затронул. Честно, затронул, я думал, переживал, думал, может, не рассказывать, как быть, как родителям помочь, как сделать так, чтобы и им хорошо было, и мне. И пришел, что надо продолжать все как есть. В любом случае, этот разговор с мамой состоялся не то, что там целый вечер, а это было минут, секунд 30, вот так. Ой. Конечно, хочется мне где-то сказать, мама, прости меня, что я таким вырос, что я где-то, может, вас это... Не правда вашего ожидания, вот из-за этого, да? Ну, получилось, как получилось, и в первую очередь, пожалуйста, еще раз, я личность, я свободный человек, я не должен жить каким-то каноном, правилам, которые придумают другие люди. Я живу, в первую очередь, для себя, и мое поведение вообще никому не мешает, ребят, ну, абсолютно никому не мешает, никому не плохо. В общем, такие дела. Так, ладно, возвращаемся мы в нашу поездку. Соответственно, в Минске побыли, жили у брата, по поводу брата у меня тоже, да, Ваня, задает квартиру посуточной в Минске, ребят. Ну, представляете, вот, ребят, мы вот такие хлопцы, у родителей выросли, финансово, не то, что независим, ребят, я честно скажу, что уверен, что в старости родители у нас, в старости свою стресс безбедна на 100%, то есть, как бы, и я смогу, я не могу, что там, деньгами их заводить, ну, возможно, будет помогать финансово 100%, и по брату я смотрю, что у него квартира есть, пусть квартира сейчас посуточно сдает, то есть, человек крутится, человек работает, да, то есть, мы сможем 100% родить. Видите, у него вообще очень хорошую старость, да, мало ли что. Такие дела, но, фу, пусть, пусть будет хорошо. У бабушки, конечно, не очень хорошо, хорошее состояние здоровья, сколько ей, 78 лет, зрение, зрение у него глаукома, и видит не очень хорошо. По поводу операции говорит, что она уже, ну, типа, нет возможности приоперироваться. Мне почему-то кажется, что я не стал с ней на эту тему рассуждать, мне кажется, что ей либо страшно, либо, а, и как есть, так и есть, знаете, как бы, буду жить, как есть. Опять же, да, в городе, в городе человек пошел бы оперироваться, 100%, 100%, в деревнях видите, люди, а, есть как есть, ну, понимаете, в чем отличие, вот в чем отличие, да, только, как бы, опять же, про себя скажу, что, естественно, я старался бы давить на качество жизни, но это моя жизнь, а это жизнь бабушка, я ее уговаривать, ну, как бы, убеждать не собираюсь. Ну, принял решение так, значит, будешь жить так, ну, короче, со зрением не очень хорошо, это меня расстроило. Ну, так, в целом, все нормально, ребят, мама вкусно накормила, с собойки, ну, с собойки еды надавала, в общем, выезжаем мы в Питер. В Питер мы выехали через Комаровский рынок, на Комаровке, набрали вкусной еды, значит, опять же, ребят, ужасная дорога, господи, из Минска до Полоцка, 200 километров в 4 часа. 4 часа, ребят, просто, по ямам, по колдоминам, вот, не буду на русской дороге, но она ужасная была. Дальше, соответственно, в Полоцке, значит, заехали, опять же, в то кафе, поесть супа, она наливает, тарелка супа большая, на дне что плавает, я вернулся, сказал, что, слушайте, а в чем дело? Извини, сразу сказали, как бы, извините, там, просто у нас запара была, то сюда, ну, налили нормально, в общем, суп поели, приехали на границу, на границе опять не стояли, прошли, приехали опять в Овсков, в Овскове переночевали, и на Питер, до Питера, обратно опять же доехали нормально, ребят, и еще, знаете, какой момент, в Овскове я парился в бане, и у меня здесь на голове, ребят, и сейчас я покажу вам, не знаю, будет видно, не видно, вот, вот здесь, видите, ребят, видите, вот, у меня здесь, из-за того, что я раньше ел много сахара, сдулся такой, как валдырь, и он не проходит, я не ходил к врачу, он меня не беспокоит, однако, в Овскове, после того, как я, не знаю, вы видели, не видели за волосами, он здесь есть, вот я его трогаю сейчас, во вскоре когда появился в бане он он исчез да он распарился я не знаю он исчез а сейчас опять надулся я думаю можно походить в баню здесь сауну какую-нибудь пить или в бассейн зимой ну посмотрю как будет с деньгами по поводу с этим беларуси минска у них в минске очень дорогие вот спа ну вот фитнес-хаус нас есть да вот класс или как фитнес-клуб у нас есть за копейки где просто там ну небольшой такой зайчик там за 15 тысяч можно и за 20 до 1 там какие-то очень бешеные брацель называл нас в этом кассе получше в общем вообще по поводу здоровья я честно скажу что я чувствую что я отдохнул я прям был в отпуске у меня куча энергии куча сил и я завтра выхожу на работу я помимо того что мне был отпуске еще дни за кровь добавить что-то не совсем много дней получилось поэтому я отдохнул и даже по своему состоянию здоровья чувствую что как бы много энергии много сил хочу работать хочу делать дела вот такие дела ребятки поэтому отпуск у меня удался честно скажу все все зашибись отдохнул там классно следующая поездка возможно в декабре я поеду опять была руси надо будет поездом сто процентов без подарков ну так экономно съезжу потому что вот глобальная следующая поездка у меня просто декабре отпуск две недели в дубае не полечу мне денег нет глобальная следующая поездка у меня уже москва на новый год ребят я честно скажу что бюджет пока муж сколько мне на денег 40000 мне нужно отдать за гостиницу и 20000 мне нужно отдать за билеты на сапсан бизнес-классом это мой бизик опять же это не в кредит я зарабатываю эти деньги как могу кручусь зарабатываю каплю откладываю в общем не нужно вот 60000 ближайшее время скажем отложить денег для того чтобы организовать эту поездку в москву и нужно сидеть вылавливать билеты гостиницу я уже забронировал по поводу билеты что к моменту менять ржд-бонус и принципе я могу за ржд-бонус купить билеты но знаете ржд-бонус вот завтра мне кто-то напишет женька надо в москву и там тариф стабильный я могу завтра уехать в москву потому что но ржд-бонус а за деньги чем ближе к дате тем билеты дороже поэтому естественно если я куплю заранее минуту без заранее билеты но ржд чем я буду ну под тратить ржд-бонус потому что ну по ней да то есть уже бонус такая страховка на тот случай если вдруг мне срочно понадобится визит визит москву такие дела ну посмотрим ребят 60 тысяч я пока должен отложить по ипотеке все 2 миллиона у меня как бы есть я думаю она не буду и угостить уже досрочно до нового года но в противном случае пока мне нужно с каникулом с московик вопрос еще хотел петрозавод съездим опять как будет деньги я посчитаю бюджет есть и там не там за тысяч 10 съезжу можно если будет дороже да ну нафиг ребят такие дела вот такой отпуск ребятки так съездил энергии зарядился все хорошо дальше канал буду развивать опять будем снимать темы надо бы долго искать поменять ну который он показывал в телеграме потом надо сесть по цену недвижимость снять потом у нас цены на продукты в общем ну как всегда может вы что напишите какую квартиру сдать продать надо да либо комнату пишите съезжу с нему видео бесплатно естественно так что тему будет так что канал буду продолжать все хорошо такие дела все любимое все рассказал есть планируете спасти санкт-петербург знаете у меня есть контакты коршуна который за квартиру метро беговая пишите раз буду помочь ребятки ну все очень высказался вам не стало легче по поводу переживаний с мамой тоже но я первые два дня переживал как-то успокоился все хорошо сейчас я бытовуху внырнул конкретно и все уже уже это пройдет но имейте ввиду особенно если вы родитель есть вы родители и ваш ребенок что-то такое делает знайте что ваши слова ваши слова прям для него очень важны поверьте мне поверьте не бывает такое что есть родители что сказать и сказать нет даже если они как бы транслируют одно внутри ты чувствуешь другое поэтому прежде чем что-то сказать ребенку своему до 50 раз подумайте для вас это может быть типа сказал забыл а для него это быть очень важно вот так такие дела все ребятки высказался стало легче давайте увидимся в следующих выпусках пока 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 любима пока скоро увидимся пока